Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Это был фрагмент фильма Аркадия Петрова «Свет вечности», фрагмент первого части. И у нас в студии непосредственно Аркадий Наумович Петров, руководитель фонда Аркадия Петрова, город Москва, и его ученица, ведущий специалист фонда Алена Колосова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, знаете, хочу начать с того, что у вас не грех хвалиться результатами. Вот грамота. Пожалуйста, расскажите, что за грамота. Думаю, что это уникальный случай тоже. Причем у нас в Нижнем Новгороде произошедший. Да, это грамота дана мальчиком, 14 лет. Он победил на областном конкурсе, первое место занял. В вашей области. И дело в том, что всего три месяца назад этот мальчик пришел к нам с переломом позвоночника. Его обследовала как раз та комиссия, которую упоминали в предыдущем фильме. В том числе там был еще очень известный специалист из Москвы, профессор Серовский. И когда он увидел этого мальчика, его состояние, он еще так сказал, что вот у него глаза, говорит, 90-летнего старичка. Потому что мальчик уже не имел никакой перспективы, он чувствовал и понимал. И вот мы с ним работали, и вот видите, результат. Это свежая грамота. Буквально сегодня мама принесла ей первое место. Первое место не просто в областном конкурсе. А по фигурному вождению в области велотуризма. Это вообще экстремальный вид спорта, надо сказать. Не по шашкам, хотя уважаю очень шашки. И он сегодня тоже приходил, сам мальчик, и совсем другой вид у него. Вот мне вопрос к Алене. У вас уже наработана достаточно серьезная практика в регенерации органов и вообще по методике Аркадия Петрова. Вообще все ли могут это делать? И всегда ли это получается у людей? Я думаю, что делать это могут все. Но просто я считаю, что необходимо просто особое желание и понимание, зачем вы приходите в наш центр. И что именно вы хотите получить? Вот случай с зубами у женщины. Она услышала, прочитала об этом в книге и подумала себе, что почему, наверное, спортивная злость ее взяла. Почему могут, а у меня нет? И вот это созревшее намерение, оно, наверное, очень сильно помогло ей в этот момент. Ведь какая-то должна проделаться внутренняя работа, чтобы настолько надо сильно это захотеть, настолько должна быть крепкой вера, чтобы это пошло. Во-первых, я так понимаю, что она уже прочитала все книги. То есть в конце третьего тома она уже прочитала. Это говорит о том, что все равно сознание у человека уже было подготовлено изначально. И у нее просто был огромный импульс из души. Вот она просто хотела душой это. Просто поверила. Вот и все. Но здесь можно добавить, что и у вас в Нижнем Новгороде произошел еще, можно сказать, такой уникальный случай, когда вот Петр Петрович Горяев, о котором мы говорили, это всемирно известный ученый, автор теории волнового генома, человек, который вошел во все энциклопедии мира как исследователь, который впервые приборно регенерировал поджелудочную железу крыси. И он применил наши технологии в своем лазере. И это происходило именно здесь. Здесь у нее есть просто ученица, кандидат медицинских наук, одна женщина. Взяли ее клетку и на ДНК, именно по нашей технологии, через лазер облучили маму этой женщины. У нее был сахарный диабет, и в течение 7 дней он стабилизировался. Но более того, у нее начали расти практически все зубы. Петр Петрович позвонил мне в Гамбург, я как раз читал там лекции в Гамбургском университете, и с радостью, захлебываясь, сообщил об этом результате. Но я хотел, я его, я разделил с ним эту радость, но хотел его предупредить, и, наверное, всех других предупредить, что опасно все-таки надеяться на прибор. Потому что я считаю, что суть наших технологий как раз заключается не в том, что мы лечим физическое тело человека, мы лечением вообще не занимаемся, а тем, что мы занимаемся духовным развитием человека. Совсем другое дело. То, что по ходу этого развития мы достигаем вот таких результатов, это все-таки для нас не первостепенная задача. И вот если люди будут все-таки ориентироваться на прибор, и то, что через прибор можно достичь исцеления, ну, в какой-то мере это замечательно, но только, понимаете, вместо одной проблемы может возникнуть другая, третья, четвертая, это будет нескончаемый процесс. А вот если человек духовно развивается и овладевает этими технологиями, он не зависит ни от каких приборов. Технология ваша, она направлена на восстановление генетически заложенной информации изначально. То есть изначально, в принципе, в человеке заложено что? То, что он здоров, во-первых. То, что у него 32, там, за редким исключением 33 зубы, да? Ну, никак не меньше. На месте все почки, печень и так далее, все это не органы. И только в результате нашей жизни, экологии, поведения и так далее, у нас какие-то отклонения накапливаются. И я так понимаю, что ваша методика, она энергоинформационным способом восстанавливает вот этот естественный ход событий, заложенный Творцом. Конечно. План Творца о человеке записан в его ДНК. И, кстати, теория волнового генома Петра Петровича Горяева очень замечательно как бы коррелирует с тем, что делаем и мы. То есть, но мы делаем это ментально, он через приборы. Я думаю, что, ну, по крайней мере, в последнее время заметен дрейф Петра Петровича в сторону все-таки духовности этого процесса. Он стал уже, вот последнее, так сказать, выступление в Москве было, он стал уже предупреждать, что хоть он это и сделал, вот такое действие через лазер, но не надо забывать о духовном развитии. И, кстати, после этой сенсации, вот его сейчас приглашают выступать в Германию, где он много работал, там очень хорошо его знают ученые. И он меня тоже позвал выступить вместе с ним. Он едет по научным центрам Германии с рассказом об этих результатах. И он явно будет говорить в том числе и о духовном аспекте. Меня радует, что он перестал говорить только о приборах, а стал говорить, в общем-то, и о душе человека. — Вопрос пришел на Пейджер. Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас в студии работает Пейджер 307808, абонент Душа. И также у нас есть телефон прямой 307400. Вы можете позвонить и впрямую задать вопрос Аркадию Новымичу. Вот, Аркадий Новымич, первый вопрос. А что вы сами сделали себе? — Ну, я уже много раз выступал, мне просто даже неудобно повторять об этом. Но это регенерирован желчный пузырь. С этого и начинали. Восстановлено, значит, у меня был аутоиммунный тиридит, это щитовидная железа. Кроме этого, восстановлен аппендицит. У меня язвы, динайболезь желудка была, исчезла. Хронический панкреатит исчез. Две позвоночные крыжи. Вы видите меня совершенно в другом состоянии. Меня спина не волнует. Более того, я сейчас увлекаюсь немножко спортом, особенно плаванием. И по нескольких часов иногда могу плавать в море. Вот этот процесс восстанавливания, восстановления, точнее, процесс ввода своего организма в то состояние, которое должно у него быть на основе вот этой изначальной генетической информации. С чего вы начинаете? Может быть, мы сейчас повторяемся, но я считаю, что это важный момент, нужно уяснить. С чего надо начинать, чтобы человек начал идти по этой лестнице? Все-таки с духовного развития. Прежде чем что-то исцелять, надо разобраться, зачем мы это делаем. Потому что без этого процесса дальше, ну, с моей точки зрения, дальше идти бессмысленно. Я всегда говорил, что мы не поликлиника, не скорая помощь и никогда этим заниматься не собираемся и на будущее. Мы передаем знания, те знания, которые приходят к нам очень необычным образом. Мы их передаем уже обычным образом, через книги, через технологии. Результаты очевидны, результатов очень много. Это речь идет о сотнях, уже и тысячах самых сложных, так сказать, процессов. Они, конечно, могут быть менее сенсационны. Вот видите, Петр Петрович через прибор сделал, уже весь мир заговорил. А то, что он, кстати, не скрывает, что он использует наши технологии через свой прибор, и что мы уже тысячи людей таким образом до прибора стелили. А знаете почему? Человеку понятнее через прибор. Это ближе как-то. То, что можно пощупать. Вот ручка, она материальна, а духовные знания не материальны. Их вот как-то нет вроде. А ручка, она вот, пожалуйста, ей можно написать. То есть это человек объяснимо вполне. У Карла Маркса есть замечательная фраза, что идея, которая владевает массами, становится материальной силой. Но надо же вдуматься, все-таки он произнес слово «идея». Идея нематериальна. Значит, надо подумать, почему все-таки идея идет впереди этой материальности. Более того, управляет ее. Кстати, о результатах, которые здесь у нас в Нижнем уже. Есть достаточно богатый опыт в результате работы Аркадина Омнича и Алены Колосовой. И сейчас мы послушаем один из отзывов наших нижегородских уже бывших пациентов. Пять лет тому назад врачи поставили мне диагноз. Миома матки. У меня была сделана операция по ликвидации детородного органа. В 2004 году мне попадаются книги «Трехтомник» Аркадия Омнича Петрова «Створение мира». Эти книги на меня произвели огромное впечатление. И я пришла в ноу-сферу, чтобы учиться, чтобы лучше понять эту методику. И в 2005 году Аркадий Омнич Петров совместно с Аленой Колосовой провели регенерацию детородного органа. Через некоторое время я обратилась в диагностический центр и прошла медицинское заключение, УЗИ. Показало, что у меня в организме нормальный здоровый орган. Я хочу еще сказать, что не только у меня восстановился детородный орган, но восстановились и другие органы, которые были удалены намного раньше. Это аппендицит и гланды. Вы не представляете, какая была радость у меня, когда я почувствовала, что у меня в организме находятся все эти органы. У меня была эта несказуемая радость. Потом я почувствовала такой большой прилив сил, настроение у меня поднялось. Я как бы вновь родилась, заново родилась. И я очень благодарна Алене и Аркадию Наумовичу Петрову за то, что они так успешно, так все это получилось, так это все было замечательно. Очень я им благодарна. Больше всего, конечно, я благодарна создателю, что он помог мне встретить на своем жизненном пути таких людей, таких замечательных людей. Я прочитала все книжки не один раз. Я прочитала три раза книжки. Потом я сознательно пришла в эту школу на сферы. Я хотела ближе познакомиться и понять эту систему, методику. Это же, понимаете, без ножа, без скальпия, без всего, без медикаментов, без всего. Люди творят чудеса. Это прям... Ну, это не понятие. Это не понятие. Вот я пришла, чтобы это как-то осознанно понять. И, понимаете, когда это я поняла, я пошла на регенерацию сознательно, осознанно. У нас сегодня еще будет один отзыв о проделанной работе, можно так сказать. И у нас есть телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу передачу, очень радуюсь за людей. Ну, вот, как бы, я хотела вот задать вопрос. Дело в том, что сейчас вот очень распространено такое заболевание, как наркомания среди подростков. Что-то есть у вас вот по этой проблеме? Какие-то предложения, какое-то лечение? Это беда коснулась и моей семье. И вот я слушаю и думаю, может быть, что-то есть. И если что-то вы можете помочь, мне бы хотелось вот знать, куда можно обратиться. Большое спасибо. Спасибо. У нас есть такая технология, но она требует соучастия вот семьи в этом процессе. И человек с новой психиатрии. Ну, сам человек в этот момент трудно сказать, как он может соучаствовать. А вот семья обязана соучаствовать. Это нельзя представить в виде того, что вот нам принесли эту программу, мы проблему, мы и обрадовались, и начали заниматься изо дня в день. Мы можем дать знания, как с этим работать, технологию, конкретную технологию по конкретному человеку. Так что надо делать вот шаг за шагом, да? А люди должны это делать день за днем. Потому что, ну, близкие имеются в виду, родные. Если они готовы на эту работу, то замечательно. Извините, Миша, можно я добавлю? Здесь у нас в Нижнем Новгороде еще работает центр, в котором, например, ведущим специалистом является Алена Кулосова. И я хотел бы сказать, связи с тем, что появляются еще какие-то, значит, центры с очень схожими с нами названиями, что есть только один центр, в котором работает специалист, имеющий от меня сертификат свидетельства на право самостоятельной работы. Это специалист Алена Кулосова, и это только в ее центре. Если какие-то другие центры говорят о том, что они какое-то имеют отношение к нашим технологиям, то я заранее сразу всех предупреждаю, что это совсем так. Много вопросов. Мы сейчас буквально два-три я сформулирую по группам, и потом мы послушаем еще один отзыв. Цирроз печени. Ну, я говорил, все заболевания, но только поймите, еще раз говорю, что мы даем технологии. Мы хотим, требуем и настаиваем, чтобы те люди, которые к нам обращались, соучаствовали в этом процессе, чтобы они получали знания, и в следующий раз они к нам не обращались, а сами могли справиться с теми проблемами, которые у них возникают. Родовая травма у ребенка. Ну, все. Я уже сказал. Любые заболевания. Нет. В организме человека, у ДНК, есть план, тот идеальный план, с которого человек начинался. Вот смотрите, например, если родовая травма у ребенка, ребенок, он же маленький, он пока еще не может работать, как родители. Родители. Да. В принципе, то есть, ваша программа действует, допустим, человек обучается, и он может дистанционно воздействовать на своих родственников. Есть такое? Конечно. У нас есть еще один отзыв, еще один результат деятельности работы человека над собой фактически. Давайте послушаем. Щитовидная железа у меня была удалена в 97-м году. Правая доля щитовидной железы пошла на проверку. Это было вот 21-го, два дня назад, 21-го июля, вот, в УЗИ-кабинет больницы 12 Сорумского района. Ну, там, значит, на экран я подсматривала, смотрю, сначала ранее бывшие доли, посмотрели, гляжу, на месте. Потом смотрю, и та доля на месте. Ну, и вот такой вот чудесный, конечно, факт подтвердили документами, то есть дали мне и фотоснимок этой моей щитовидной железы. Но там еще нашли несколько узелков маленьких, 4-5 миллиметров. Это, я так понимаю, что еще не проявленные ткани, потому что еще не могли они образоваться, пока еще она только растет. Вот. То есть прямо в процессе роста застала я этот факт. Дело в том, что, конечно, самое сложное, вот я, как сейчас понимаю, из общения с другими людьми, самое сложное – это людям поверить в то, что такое возможно. Вот. Потому что какая-то вот зашоренность в общих массах у людей, она не дает просто, ну, как допуск, не дает на прохождение вот этой вот информации. И, ну, что представление, что это действительно возможно. Вы знаете, действительно, самое сложное – поверить в то, что это возможно. И когда, вот, допустим, видишь вот лежащие на столе результаты отчетов измерений медицинских, то это очень так здорово сдвигает точечку сборки потом в итоге. Ну, это факт, действительно. К сожалению, подходит к концу наша часть беседы, первая часть программы «Для тех, чья душа не спит», беседы с Аркадем Наумовичем Петровым и Аленой Колосовой. И вот, если сгруппировать все вопросы, поступившие к нам на пейджер, то это очень много, очень большое количество болезней. Как сказал Аркадий Наумович, очень многое, в принципе, возможно, зависит от человека. И я думаю, что, наверное, по болезням завтра на встрече. И в августе у вас будет какое-то новшество начнется. Да, 22 августа этого года у нас начнется обучение по новой программе, прошу прощения, «Древо жизни» совершенно новая, очень интересная и высокая по уровню программа обучения, уже по которой сейчас во многих городах России и за рубежом преподаватели уже проводят обучение и получают колоссальные результаты, что, в принципе, позволяет каждому приходящему в центр получить знания эти и, я бы сказала, изменить свое сознание. И открывается ясновидение, что очень важно, практически вот эта программа сегодня дает почти 100% результат. Об этом мы сообщим в эфире программы «Для тех, чья душа не спит» также в газете и у нас на сайте.